Всем привет, друзья! Меня зовут Оля Ермилова, я украинка, и сейчас в моей стране идет война. На данный момент я пребываю в Италии. Собственно, здесь, с этого места, помогаю нам с вами переживать тот непростой жизненный период, который сейчас происходит. И, пожалуй, сегодня я хочу снова продолжить поговорить об этом не как о политической ситуации, а политической истории, а как тот жизненный опыт, который мы с вами проживаем. И сегодня я хотела бы больше углубиться в тему того, что же именно сейчас с нами происходит и зачем нам это нужно. Все чаще мы слышим о том, что этот период — это не просто период военный, это еще и период, который очень сильный он по энергетике, и наш мир прямо сейчас терпит такую перезагрузку. Перезагружаются энергии, меняются расстановки этих энергий по миру, и мы это очень активно видим, так как все страны, люди осуществляют большое перестроение. По очень многим вещам. Люди меняют свои взгляды, люди меняют свое поведение, и глобально мир перестраивается, меняются ценности, люди пробуждаются. И, собственно, Украина и украинцы в этой всей истории играют очень серьезную роль, и, видимо, такова наша участь на этой земле, и такова наша сегодняшняя роль. Но это в глобальном смысле. Что касается каждого из нас, я уже говорила в предыдущих видео о том, что мы сейчас с вами проходим урок, возможно, несколько уроков, и у каждого из нас, благодаря этой ситуации, происходит свой урок. Мы отрабатываем то, что необходимо именно нам. И огромное количество людей сейчас разъехавшихся по миру, а по миру разъехались очень много сильных людей, людей активных в мире, людей, которые привыкли что-то делать, действовать, и поехали для того, чтобы что-то делать со своим бизнесом, работой, что-то делать для своей страны в том числе, понимая, что необходимо и поднимать экономику, понимая то, что необходимо возвращаться и понимая то, что необходимо находиться в ресурсе. И вот здесь, знаете, удивительным моментом явилось то, что огромное количество людей впали в шоковое состояние от того, насколько все замедлилось. Потому что если говорить про украинцев, про активную часть украинцев, то, в отличие от европейцев, у нас все очень быстро. Многие из нас увидели, что, по сути, Украина преуспевающая страна в контексте сервиса, своего продукта, в контексте ведения бизнеса. В той же Италии, где я сейчас нахожусь, все происходит гораздо более медленно. Здесь никто никуда не спешит. Здесь по-прежнему очень много бюрократии и того, что было у нас большое количество лет назад. Украина действительно очень активная, серьезная, классная, современная страна. И если сравнивать то, что у нас есть и сколько это стоит, то, конечно, мы более чем конкурентны. Но огромное количество моих знакомых, включая меня, изначально столкнулись с тем, как здесь все так медленно, что нужно делать. И при этом огромное количество ответов, которые мы получаем, и от Вселенной в том числе, нужно замедлиться. Все, с чем мы сталкиваемся, и то, что не дает нам быстрых сейчас каких-то прорывов, и вот этот весь наш темп, ведь очень многие из нас привыкли работать без отпусков, привыкли находиться в постоянном несущемся состоянии, и не всегда в очень умном несущемся состоянии. Потому что есть люди, которые несутся и получают результаты, а есть люди, которые всю жизнь куда-то бегут, а результатов особенных не имеют. И вот сейчас именно то время, когда появилась возможность перезагрузиться. Именно то замедление, которое позволяет нам наконец-то подумать, взвесить, посмотреть, проанализировать. И вот здесь я хочу обратить ваше очень серьезное внимание на то, что я скажу дальше. Потому что замедлиться не значит заснуть и бездействовать. Замедление и бездействие – это абсолютно разные вещи. Например, когда вы представьте себе, что вы скульптор, и вы лепите большую какую-то фигуру. Когда вы лепите фигуру, вы можете делать это достаточно быстро, если ваши руки под это заточены. Но когда вам нужно сделать глаза, скулы, мелкие детали, вы начинаете работать особенно внимательно, медленно, но очень скрупулезно. Вы замедляетесь не потому, что это легкая работа, а потому что наоборот. Так вот, я хочу вам сказать, что сейчас этот период ни в коем случае нельзя проспать на диване. Ни в коем случае нельзя просиживать на паузе. Я об этом говорила в предыдущем видео. Обязательно посмотрите это видео, если вы его не видели. Сейчас, как никогда, важно понять, что замедление – это внутренний процесс. Это процесс задавания себе вопросов, процесс выстраивания своей картины мира, процесс понимания себя, чего я хочу на самом деле, куда я хочу двигаться, какие мои таланты, чем я хочу заниматься, что я хочу делать, где я хочу жить, какие отношения я хочу строить. По сути, все мои рерайтовцы, все те, кто проходил рерайтер жизни или проходит его сейчас, вот это, ребята, и есть та самая работа, когда мы прямо сейчас должны осознать, нам выделили для этого специальное время, когда мы можем честно с собой поразбираться. Потому что если сейчас в этом процессе замедления, процессе, которое дано нам для этой самостоятельной работы, если сейчас мы будем спать, если сейчас мы будем ныть, ждать, возмущаться и поднимать в себе еще больше злости, мы ни к чему не сможем в итоге прийти, и это время мы просто с вами профукаем, мягко говоря. А важно осознать, что это самое ценное. Я уже говорила, что, как бы это страшно ни звучало, но вполне возможно, что прямо сейчас мы проживаем свой самый важный период в жизни. Тот период в жизни, который является переломным, который позволит нам получить все то, что нам на самом деле нужно. Но для этого нужно найти сейчас желание, возможность собрать себя, сфокусировать и проработать, ответив себе на все эти вопросы. Сейчас такой момент, когда начать жить заново можно во всех смыслах. Количество возможностей невероятное. Именно то, что от нас отобрали, оторвали все, что нам принадлежало, и показали нам, что по сути самое ценное, что у нас есть, это наша жизнь, это наши мысли, это наши навыки, это наш характер. Оказалось, что все самое ценное у нас есть, а мир безграничен и бесконечен. И все, что нам надо сделать, это воспользоваться своим мозгом, разобраться с тем, как он работает, научиться им управлять. Поэтому обращение ко всем моим рерайтерцам, кто проходил рерайтер, вспомните все, что мы учили. Обращение ко всем людям, которые хотят над собой поработать. Вы можете это делать со мной, вы можете делать это самостоятельно, изучая литературу, просматривая мои видео или чьи-то другие. Но обязательно используйте это время. 1 мая у меня стартует очередной новый поток марафона рерайтер жизни, который я как будто бы знала в январе, обновила и перезаписала. Ничего случайного не бывает. И сейчас я это понимаю как никогда. Работайте над собой. Используйте это время во благо себе и миру. И я уверена, что спустя какое-то время вы поймете, о чем я говорила. И увидите, что, использовав этот момент по назначению, вы стали гораздо сильнее, чем были раньше. Как всегда, я закончу это видео с поддержкой своей страны, своей страны, всех тех, кто сейчас захищает ее. И обнимаю всех, кто так же, как и я, ждет вернения домой, до своего жизни. Но памятайте, сейчас мы с вами также живем очень важную часть своего жизни. Поэтому нужно жить каждую минуту, идти до своих целей каждый день. И я уверена, что скоро мы будем с вами святкувать небольшую победу. Слава Украине! Слава Украине!